Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужчина принимает антидепрессионы, в связи с этим у него проблемы с сексом, боится секса как огня. На абстрактный вопрос о сексе отвечает, но все, что касается его лично, обрывается ли очень многословно. Естественно, я понимаю, что ему надо время это восстановиться, но я здорово, он не нужен секс, телесный контакт и так далее. Сейчас я понимаю, что я нуждаюсь в помощи, я в растерянности, как не сорваться и как помочь партнерам. В первую очередь здесь речь идет о том, что бывает говорить о своих вот потребностях, наверное. На мой взгляд, это в общем и целом выглядит как то, что вам в принципе нужно. То есть не абстрактный вопрос, который вы задаете своему мужчине, да, и соответственно получаете такие же абстрактные ответы, или вы получаете совсем не то, чего вы хотели бы, а именно говорить о своих потребностях. Говорить о том, что вам хочется, говорить о том, что вам нужно, говорить о том, что вам необходимо, да. Вот. И на мой взгляд, это немножечко человека расслабо. По крайней мере, так обычно бывает, что мужчина, да, он вот расслабляется. Вам нужно говорить о ваших потребностях, вам нужно говорить о том, что вам, что вы хотите. Вот, вам нужно, в общем-то, ну, здесь действительно такой момент, что, ну, как бы мужчине действительно может быть и не нужен секс, да, именно мужчине. Но совершенно справедливо, что это нужно вам. Это совершенно справедливо и нормально. И, в общем-то, ну, не просто, вот, используя доверие, используя обсуждение, используя конструктивные, я бы сказал, техники общения, да, можно просто договориться о том, как, вот, скажем так, вы можете найти выход из этой ситуации. Вот. Если вы не ограничиваете столько классическим сексом, то, в общем-то, все решается очень, очень хорошо и здорово. Вот. Мне кажется, что вот мужчина боится именно вас разочаровать, мужчина боится как-то вот несостоятельным показаться. Ну, вот, ну, это уже вопрос, вопрос больше к тому, насколько вы, ну, насколько у вас, точнее, доверительные отношения с, ну, вот, с мужчиной. То есть, здесь момент такой, что если, вот, если вы, ну, как бы, мужчине доверяете, да, хорошо? То есть, иными словами, если, вот, вы способны, как бы, вот, ему доверять, если, если у вас, эм, доверительные отношения с человеком, то это, говорится, в принципе, не проблема. Вот. А если отношения недоверительные, да, как бы, вот, что, я бы сказал, что вам действительно будет довольно сложно. Сложно. Эм. Договаривать. Вот. Но правда также, оооо, правда также в том, что это делать, вот, необходимо. То есть, необходимо договаривать. И уже вам решать, да, как бы, хотите вы это делать или нет. То есть, договариваться, эм, разговаривать, обсуждать и так далее. Предлагать, может быть, эм, ну, вот, эм, какие-то варианты, да, и так далее. То есть, это очень важно, насколько у вас доверительные отношения и, вот, э, собственно говоря, э, что вас с человеком, э, в этом смысле связывает, да, то, что между вами общего. Это тоже очень сильно влияет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. А, никому помогать не нужно. И, в первую очередь, нужно вам научиться обращаться с тем, что есть у вас. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.